И снова здравствуйте, это Укралайф ТВ, мы продолжаем наши прямые эфиры. У нас в студии Павел Казарин, вот он сказал, что он не любитель всяких долгих представлений, а я все-таки представлю его долго, потому что я представляю, сколько же этот человек работает-то по-настоящему. Павел на самом деле колумбнист, журналист, и он на самом деле ведущий на канале ICTV, на телеканале 24 имеет свой проект, и даже работает обозревателем в Радио Свобода. Да, все верно. Ничего себе скучно. Еще я поначалу немножечко шью. Шью на молчанке, да-да-да, я знаю это, да. Я даже не буду спрашивать, Павел, как вы успеваете. А, никак. Никак, ну, как все нормальные люди, поэтому, Павел. Ну, знаете, темы, наверное, будут все-таки грустные, потому что с Крыма хотелось бы начать. Вот все дальше и дальше у меня такое чувство, что мы от Крыма, и особенно та трагедия, которая случилась в Керчи, вот для меня как-то четко это проявило. Я читала ваши посты, и там действительно я очень рекомендую читать посты Павла. Много чего интересного можно для себя найти. Вот давайте поговорим о том, для вас, вот то, что случилось в Керчи. Это показатель чего-то или нет? Ну, понимаете, это показатель, на мой взгляд, сразу двух вещей. Во-первых, это показатель определенного уровня конспирологии, которая есть в украинском обществе. Ну, и конспирология закономерна. Война научила нас, приучила нас к мысли, что мы знаем имя зла. Мы знаем, как бы, источник всех бед. Мы естественным образом не доверяем Москве, Кремлю, российским СМИ и российским спецслужбам. Поэтому нет ничего удивительного в том, что мы всегда со скепсисом смматриваемся в любые российские официальные сообщения. И огромное количество, вот, как бы, появилось догадок о том, что, значит, может быть, теракт, как бы, убийство в Керчи было, на самом деле, не убийством, а вот казус Белли поиском повода для войны, либо войны внешней с Украиной, либо войны внутренней с несогласными. Что, может быть, это дело рук ФСБ сравнивалось с трагедией, там, с Бесланом, с Норд-Остом и так далее, и так далее. Но, на мой взгляд, это вот история про то, как мы все ищем черную кошку в черной комнате в то время, как ее там нет. Потому что, понимаете, в чем, как бы, в чем особенность той реальности, внутри которой мы оказались. Дело в том, что Россия действительно, аннексировав Крым, она вытащила его из пространства глобального, глобализованного, но она не может его защитить от мира и изолировать целиком от мира. Мы помним 99-й год, школу Колумбайн в США, где двое учеников расстреляли 13 своих сверстников, еще 23 попали на больничные койки. Мы помним, как после этого было дважды расстрелы, такие массовые, в Соединенных Штатах, и общее число жертв достигло 50. Мы до сих пор гадаем, как в благополучной Норвегии мог появиться свой Андерс Брейвик. И в этом смысле мы все время дискутируем о буллинге, о школьном насилии, о подростковом насилии. Но нужно признаться, от этой реальности не застрахована сегодня ни одна страна, и в том числе и наша. И не дай бог, конечно, чтобы у нас в Украине нечто подобное повторилось, но повторюсь, от этого не застрахована ни одна страна, в том числе даже самая благополучная пример Брейвика это доказал. И, на мой взгляд, то, что произошло в Керчи, это история действительно про такой вот крымский колумбайн. Даже парень, который шел убивать своих сверстников, он даже одевался так стилизованно, немножечко косплея, если угодно, своих прототипов из американских школ, которые точно так же положили эту печальную традицию школьного насилия. Вот, и это один важный момент, который проявила вся эта история, вот эта волна конспирологии. Кстати, волна конспирологии была и по ту сторону границы, там говорили, что во всем повинен запас, потому что школьные расстрелы, потому что вот, значит, это они насаждают нам всю эту новомодную трагическую моду и так далее. Ну, там тоже, в общем, не все в порядке с логикой. Вот, ну и вторая важная тенденция, которую проявила трагедия в Керчи, она связана с тем, что у нас ведь траур по погибшим объявила только Тернопольской области. Президент и Верховная Рада, конечно, высказывали соболезнования, но до общенационального траура дело не дошло, и все ограничилось, на самом деле, хайпом в социальных сетях, потому что, когда кто-то писал о том, что, а где траур, собственно, погибли украинские граждане, кто-то приходил и писал, а вот не заслуживают они, значит, траура. Ну, во-первых, я хочу напомнить, что погибшим в Керчи на момент аннексии Крыма было 12-13 лет, и, разумеется, ни на какой референдум эти школьники не ходили, и ни на какие митинги не ходили, и как бы пытаться возложить на них вину за, как бы, произошедшее в 2014 году, это, ну, это даже безответственностью назвать нельзя, это просто подлость какая-то. Вот, а с другой стороны, понимаете, тут нужно четко определиться, либо на оккупированных территориях живут заложники аннексии, которые заслуживают, ну, среди которых есть, безусловно, коллаборационисты, но в целом заложники аннексии, которые заслуживают нашего сочувствия, либо там живут архитекторы аннексии, которые сочувствия не заслуживают, но тогда давайте перестанем притворяться и говорить там о реинтеграции и прочем, прочем, прочем. И я понимаю, конечно, что спорить с общественным мнением, это все равно, что пытаться высечь море, общественное мнение это всегда стихия, оно не способно, это как разговаривать с толпой, с толпой разговаривать невозможно, но вот то, что меня поразило, это то, что вот на официальном уровне не было вот этой вот должной реакции объявления траура, потому что объявление траура, оно могло бы сразу выполнить две задачи. Во-первых, мы могли бы послать сигнал Крыму, который, безусловно, находится в шоке от этой трагедии, а в ситуации шока любая эмпатия, она принимается, и она имеет шанс быть услышанной. А с другой стороны, мы могли бы послать этот сигнал вовне, другим странам, которые задумываются в этот момент, кому приносить соболезнования, к какому посольству нести цветы и так далее, и так далее, и так далее. У Украины было это окно возможностей, Украина упустила это окно возможностей. Почему? Я думаю, что возможно, что в администрации президента или... Тут я не ищу злого умысла, тут как раз все легко объяснимо глупостью или головотяпством. Возможно, просто потому, что в администрации президента нет людей, которые занимаются там или курируют крымскую тему, и которым может быть... Вот эта реакция, она ведь мне, как крымчанину, кажется абсолютно естественной и закономерной, и на уровне безусловных рефлексов приходит в голову. А человеку, который от этой темы далек, ему кажется, что публичного заявления без объявления траура может быть вполне достаточно. Он не считает, может быть, эту тему необходимой для раскрутки и так далее, и так далее. Тут же еще нужно понимать, почему у нас Донбасс, и тема Донбасса так часто, среди прочего, звучит в политических программах кандидатов в президенты, действующих политиков, лидеров фракций и так далее. Потому что число переселенцев с Донбасса на неоккупированном материке составляет там больше миллиона человек. Это важные электоральные ресурсы, это люди, которые ходят на выборы. И включая тему Донбасса в свои программы, ты как бы в том числе имеешь шанс привлечь этих людей под свои знамена. Число переселенцев из Крыма лишь несколько десятков тысяч, в силу совершенно иных причин, потому что в Крыму не рвутся снаряды, если бы на Донбассе они тоже бы не рвались, там бы и тоже полутора миллионов переселенцев не было и так далее. Ну и, наверное, в силу своей электоральной скудости эта тема не представляет особенного интереса для штабов и политтехнологов. И, возможно, просто никто не считает в нее необходимым особенным образом инвестировать на уровне реальных дел или пусть даже заявлений. Возможно, причиноватым. Но, если честно, вот меня лично возмутила ситуация, когда министр обороны Соединенных Штатов почему-то высказывал соболезнования Шойгу. Почему так отреагировали западные партнеры? То есть можно же 10 раз заявлять, что Крым украинский, они никогда не согласятся с тем, что Россия аннексировала Крым. И вдруг потом вот это... Я, честно говоря, это заявление пропустил, поэтому комментировать его не берусь. Но тут действительно тот момент, что это, как бы, понимаете, вот я как бы не жду от Киева невозможного. Я понимаю, что он не может взять и деоккупировать Крым. И деоккупировать Донбасс военным путем мы тоже не можем. Это тоже нужно понимать. Я прекрасно понимаю, что, как бы, любые программы там по деоккупации, рассчитанные на 3-5 лет, это все утопия. Просто потому, что мы не знаем, что будет в эти 3-5 лет, а судьба Крыма очень сильно зависит от общероссийского контекста, от того, что будет происходить во власти и с экономикой российской и так далее. Но то, что можно от Киева ждать, это, знаете, это вот как история про детские болезни. Вам один раз достаточно сделать прививку от кори, дифтерии и краснухи, и у вас потом всю жизнь не будет, условно говоря, этой болезни. Так и тут. Многие проблемы, которые связаны с нынешним положением дел в отношении полуострова, их можно вот так вот просто по щелчку пальцев решить и забыть об этом. Например, навести порядок в миграционной службе. По закону, например, вклеивать фотографию в паспорт для жителей оккупированных территорий должны там, кажется, за сутки. Ну, то есть тебе исполнилось 25, ты приехал, тебе вклеили, ты уехал. Сегодня государственная миграционная служба, которая, кажется, находится в ведении МВД, она просто устроила там какой-то ад. Там вот все эти пергидрольные тетеньки с какими-то халабудами на головах, они начинают пинать переселенцев, и там, серия моего, это растянется на три дня или на неделю, живите где хотите, паспорт на время вклейки изымается и так далее. Есть проблемы, связанные с выдачей актов гражданского состояния. Люди, которые приехали на материк, зарегистрировать свой брак, или там, рождение ребенка, или там, смерть, не дай бог кого, из родственников, они тоже сталкиваются с этими проблемами. Я ведь просто хочу напомнить, что, условно говоря, крымские сепары, они не ездят на украинский материк регистрировать свои акты гражданского состояния, им это просто не нужно. Они получают российские документы, им этого достаточно. Те, кто приезжают за украинскими документами, те, кто продолжает поддерживать, пусть даже официальную на уровне документа оборота отношения с украинским государством, это как раз те люди, в лояльности которых у нас нет повода сомневаться. Которые верят, что Украина может вернуться когда-то в один момент. Да, и которые не считают произошедшее неким окончательной точкой. И поэтому, когда мы кошмарим их людей, этих людей, я, честно говоря, не понимаю логики. То есть, навести порядок в миграционной службе просто для того, чтобы они не пытались подменять законы своими внутренними нормативными документами, как это происходит сейчас. Обустроить пункты пропуска на админгранице между Херсонской областью и Крымом, потому что там сейчас просто, на самом деле, ужас какой-то, что творится. Поставить нормальные туалеты и кабинки, и навесы. Что долго тоже люди стоят, да, на этих... Ну, понимаете, с российской стороны пункты пропуска обустроены. То есть, как ты едешь, например, с Херсонской области в Крым, ты видишь российский оккупационный блокпост, ты видишь украинский оккупационный блокпост, и понимаешь, где строил НИФ-НИФ, а где строил Наф-Наф. Вот, и это очень такая вот характерная примета времени. Ну, и еще там несколько деталей, которые можно просто однократно сделать и забыть, на самом деле, об этих всех вещах, просто потому что эти темы перестанут о себе напоминать. Вот, и я повторюсь, я от Киева слишком многого не жду, я понимаю, что слишком мало в его власти он не может влиять на судьбу оккупированных территорий и на жизнь людей, которые там живут. Но вот, как бы, вот какие-то исправить детские болячки вполне в его силах. Ну, и очень хотелось бы поговорить о средствах массовой информации вообще в медийном пространстве накануне украинских выборов, это здесь, в Украине, и, конечно, российское медийное пространство, потому что вы очень справедливо как-то написали, что если Россия перестанет говорить об Украине, то о чем она будет говорить? Ну, как-то так вот, привязательно вы это написали. Вот, ну, и действительно, это же у них просто любимая тема, ну, все ток-шоу только этому посвящены. Более того, мы даже сами, наше интервью наших героев неоднократно становились частью этих обсуждений, просто каких-то демонических, что называется. Ну, это и хорошо, мы в 90-е или в нулевые все наши ток-шоу были посвящены им, теперь и все их ток-шоу посвящены нам, тут еще вопрос, кто колония, кто метрополия. Это хорошая постановка. Вот, ну, да, действительно, у них произошла украинизация медиапространства, потому что мы одновременно и главный жупел, и главное объяснение, почему внутри Российской Федерации есть проблемы. Вот, и если бы нас не было, им пришлось бы нас придумывать. И знаете, вот, я помню первый очень сильный всплеск интереса в России и к Украине, он произошел в 2004-2005 году, после первого Майдана, и тогда действительно, например, вот, ну, есть, например, информационное агентство, да, у него есть несколько лент, собственно, российская, украинская, например, там, центрально-азиатская, кавказская и так далее. Украинские ленты в то время, вот, российские СМИ били все рекорды по прочтениям, потому что было ощущение, что в Украине рождается что-то новое, что она уже не плетется в хвосте у России, а наоборот обогнала ее на корпус, и теперь Россия в арьергарде, а Украина в авангарде. Это все закончилось в 2010 году с победой Виктора Януковича, потому что для российской аудитории победа Виктора Януковича означала возвращение Украины в русский мир, ну, что это такой себе Путин-лайт, партия регионов это такая себе разновидность единой России, то есть мы и так все это знаем, зачем нам об этом лишний раз читать. Теперь, мол, с Украины и так все понятно. И в 2010 году просмотры, кстати, украинских разделов в российские СМИ очень сильно обвалились. На первое место тогда вышли кавказские разделы, события в Чечне, в Дагестане и так далее, потому что была большая дискуссия о том беспределе, который порой устраивали выходцы из северокавказских республик в разных других субъектах Федерации России и так далее. И новый виток популярности украинской темы – это 2013-2014 год. И вот, собственно, Украина, как мы видим, до сих пор остается в пике, потому что действительно для российской аудитории здесь происходит что-то незнакомое, непонятное, новое, непривычное. Я не устаю повторять, это хороший момент. Если они перестанут нас обсуждать, значит, мы проиграли, как они перестали нас обсуждать в 2010-м, и мы помним, чем это закончилось. Да, Россия будет влиять на выборы в Украине, сказал Пафер, бывший посол Соединенных Штатов в Украине, но ей это не удастся, чтобы она какие бы шаги не предпринимала. Вот все эти вещи – пропаганда, контрпропаганда, вот в бюджете заложено больше денег на Министерство информации. Это важно или нет? Мы еще готовы реагировать на пропаганду? Или это все-таки уже куда-то ушло? Россия действительно, безусловно, будет влиять на украинские выборы. Более того, Владимир Путин уже прямым текстом говорил, что мы понимаем, что эта власть недоговороспособна, мы надеемся найти общий язык со следующей украинской властью. И, наверное, в его сознании 2019 год принесет какие-то перемены, которые откроют для Кремля окно возможностей для возвращения Украины в лоно русского мира, наверное, с точки зрения Кремля. Но влиять она, безусловно, будет. Причем она будет влиять как через какие-то маргинальные партии, какие-то всякие разумно-сылые и так далее, так и через своих традиционных посипак, вроде Апоблока и всего прочего, и Виктора Медведчука. Но тут понимаете, в чем штука? На президентских выборах, понятно, пророссийский ставленник победить сегодня не может. Просто чисто количественно, нет голосов с юга, нет голосов с востока для того, чтобы вывести этого человека от триумфатора. Во второй тур он еще теоретически может выйти, какой-нибудь объединительный кандидат от пророссийских сил, но победить не может. Это цифры. И это тоже как бы то, что сильно нас отличает от 2010-го и вообще от довоенной Украины. А вот на парламентских выборах собрать там хороший электоральный урожай пророссийские партии не могут. Я не знаю, там 100 мандатов, может быть 150, может даже больше. Ого! А кто же за них проголосует? Юго-Восток, что ли? Ну да, у нас же еще мажоритарка есть. Мы должны не забывать, что очень многие люди будут проходить по прикормленным округам. И поэтому с одной стороны, понимаете, вот в чем штука. То есть Россия своими действиями с одной стороны добилась того, что теперь пророссийский кандидат на президентских выборах в лучшем случае способен быть спарринг-партнером, но не реальным прецедентом на президентский пост. На парламентских, да, у них амбиции и возможностей больше. Но я просто повторяю раз за разом. Сегодня главный выбор Украины, который нам предстоит делать, это выбор между реалистами и популистами. Это главный выбор предстоящей предвыборной президентской кампании. И главный в значительной степени выбор парламентской кампании. И украинские популисты, они действительно украинские. Они там очень много говорят патриотичных вещей, очень резких заявлений в адрес Кремля. Но это не отменяет их опасности для страны. Потому что если вы выбираете популиста, какого-нибудь Угачаваса Николаса Мадуро, и он уничтожает вашу экономику, он делает такие шаги, что от вас отворачиваются международные доноры в виде МВФ, Мирового банка, Еврокомиссии и так далее, то ваша страна в конечном счете просто ослабеет достаточно, чтобы агрессор ее смог проглотить. И в этом смысле такой безумный, безудержный украинский политический популизм не менее вредит, чем сознательные пророссийские адвокаты. Поэтому я бы вот этого фактора тоже не недооценивал. Павел, ну и вот еще один фактор, который вдруг появился в нашей жизни и все заполонил фактически, это, конечно, автокефальная украинская церковь и получение Томаса. И я помню еще вот были некоторые опросы на улицах, когда у людей спрашивали, вам нужен Томас, вы знаете, что это такое? Люди вообще спрашивали, а кто это такой? Вот до этого доходило. Но сейчас, мне кажется, уже полстраны понимает, о чем идет речь, зачем это нужно и почему. Скажите, почему в современном вдруг мире, в государстве, которое является светским, ну и мы светское государство, Россия светское государство, ну и вообще практически государство светское, вдруг вот церковная тема стала такой важной? И как вы для себя, как журналист, как колумнист, как человек, который анализирует ситуацию, как вы думаете, какое развитие событий может быть именно здесь? Может ли это привести к каким-то, я не знаю, гражданским непониманиям, я бы так сказать? Ну, в данном случае мы же спорим, на самом деле, не особенно о церковном, когда мы говорим о Томасе, об украинской автокефалии, об украинской церкви и об РПЦ. Мы спорим об общественных институтах, потому что любую церковь можно измерить в нескольких, соответственно, в нескольких, можно померить в нескольких измерениях. То есть, с одной стороны, церковь, это, безусловно, невеста Христова и, условно говоря, проводник для верующего к Богу, а с другой стороны, безусловно, это социальный институт. Причем, эта степень ее социальности, она в разных странах по-разному. Там, Финляндия, например, там, Лютеранская церковь, это вообще, по большому счету, большой профсоюз и армия спасения по перераспределению гуманитарной помощи. Вот, в каких-то странах церковь, в первую очередь, сосредоточилась на своих, соответственно, церковных измерениях. Но в любом случае, люди, для огромного количества, огромное количество людей в Украине, они называют себя атеистами Киевского патриархата. И их прекрасным образом можно понять, потому что, действительно, мы увидели, что УПЦ Московского патриархата, это не украинская православная церковь, это абсолютная РПЦ. Мы видим, как, например, в моем родном оккупированном Крыму там митрополит Лазарь, кажется, или архиеписк, ну, принципиально, не его церковный санк, который возглавлял Крымскую епархию, прекрасным образом ручкается с оккупантами и произносит благостные речи, а по тюрьмам к политзаключенным бегает только архиепископ Климент, это представитель Крымской епархии Украинской церкви Киевского патриархата. А Лазарь, на самом деле, абсолютный конъюнктурщик, который прекрасным образом сидит в этом новом оккупационном политбюро и даже не чашется. Не, ну для него-то все хорошо сложилось. Для него же все, безусловно, хорошо все сложилось. Ну, поэтому давайте называть вещи своими именами. Российская православная церковь, у нее есть экзархат в Украине. До недавнего времени в этом экзархате были, безусловно, проукраински настроенные люди, которые не переходили в Киевский патриархат, именно потому что он, условно говоря, не был признан, потому что им не хотелось терять этот дар евхаристического общения с другими православными церквями. Но как только Украинская поместная церковь на основе Томаса будет создана, они смогут прекрасным образом принять участие в церковной жизни внутри этой церкви, а не внутри российского экзархата в Украине. И просто нужно будет называть вещи своими именами. Нужно будет называть, что это не УПЦ Московского патриархата, а это РПЦ, РПЦ в Украине. Почему это важно? Ну, потому что мы обнаруживали неоднократно на протяжении последних 4,5 лет, что Российская православная церковь – это пространство политического православия. Это пространство абсолютного такого… Есть такая в церкви ересь филитизма или этнофилитизма. Это когда церковь начинает жить, собственно, не богом, а начинает жить национальными приоритетами. Конечно, в той или иной степени это можно найти в любой церкви, но РПЦ – это очень четкая ересь филитизма, когда она ставит интересы российского государства превыше церковных идеалов. И в нашей стране это происходит точно таким же образом. Причем самое забавное, что РПЦ абсолютно не обречена была потерять Украину. Ну, правда. Ну, вот, например, ведь Владимир Сабадан, предыдущий предстоятель УПЦ Московского Патриархата, он неоднократно обращался к чистому переулку, где находится резиденция Патриарха Кирилла, а до этого Алексия, с призывом, ну, как бы, придать Украинской Церкви национальное звучание. Но от него отмахивались. Отмахивались, несмотря на свое собственное решение 92-го года о будущем, грядущем предоставлении автокефалии Украинской Церкви. Вот. Они могли сами дать автокефалию, и тогда бы получили абсолютно дружественную Церковь. Более того, даже сейчас, когда Патриарх, Вселенский Патриарх, Патриарх Константинопольский, собственно, когда Патриарх Варфоломей предоставляет Томас Украине, чистый переулок мог бы отпустить у ПЦ Московского Патриархата в процесс создания Поместной Церкви. С учетом того, сколько у нее клириков, епископов и мирян, еще неизвестно, кто бы на Объединительном Соборе возглавил бы эту самую Поместную Церковь. Вполне возможно, что и Ануфрий. И тогда бы у них появилась, условно говоря, официальная легализованная Украинская Церковь, легализованная через Вселенский Патриархат, через Константинопольский Томас, у них бы появилась своя Поместная Церковь в Украине, которая все равно бы ориентировалась на Москву. Но они всего этого не сделали. Они недооценили Украину, недооценили Патриарха Варфоломея, переоценили себя, и в конечном счете теперь рискуют обнаружить, что страна, в которой было огромное число их приходов и мирян, просто уплывает из этого пространства их конфессионального русского мира. Для Путина, с политической точки зрения, это важно или нет? Для Кирилла куда важнее. Я не думаю, что Владимир Путин особенно верующий человек. Хотя, разное говорят. Нет, но если как религия, как политика? Ну, да, наверное, нет. Но, безусловно, для него это значимо. У него есть свой собственный духовник, это Тихон Шевкунов, и я думаю, что они эту тему, безусловно, обсуждают. Разумеется, для него это важный момент. Но, просто, это все последствия аннексии Крыма и вторжения на Донбасс. То есть, эти два процесса были просто недооценены Кремлем по масштабам своих последствий. Вот сейчас эти последствия Москва ест столовой ложкой. Поэтому, поэтому, тут эта история прозакономерная. Павел, вот сейчас накаляется обстановка между Соединенными Штатами и Россией. И мы это даже чувствуем по вот этим возможным отмене договоров о ракетах средней дальности, да? То есть, это же очень важный процесс, на самом деле. В то же время, Болтон спокойно там ужинает в Лавровом Москве, как бы, вроде тоже все нормально. Но санкции усиливаются, Трамп не может отступить, Путин тоже вряд ли отступит. И вот, вам не кажется, что начинается какая-то такая холодная война между Россией и Штатами? И вот, что от этого получит Украина? Потому что, очевидно, что Украина не может говорить с Россией один на один. То есть, нам нужен был посредник, но если этот посредник тоже не говорит с Россией, то тогда какие последствия это может иметь? И для войны на Донбассе, и для Крыма. Ну, холодная война идет давно уже, начиная, там, может быть, с 14-го или 15-го годов. Просто она, как бы, нарастала по степени своей интенсивности. Но она началась не вчера, поэтому тут, как бы, никаких иллюзий на этот счет питать не стоит. А по поводу того, как она будет развиваться, остается только догадываться, потому что Владимир Путин на попятные идти не хочет. Дональду Трампу не позволит пойти на попятные его собственная политическая элита. Вот, если, например, отменят этот договор, это еще большой вопрос, отменят ли. Но если отменят, то... Что такое этот договор? Мы же должны понимать, он в 87-м году подписывался не просто так, а он подписывался как капитуляция Советского Союза в гонке вооружений. Вот, потому что сперва был Джимми Картер, который пытался с Советским Союзом заигрывать. На смену Джимми Картеру пришел Рональд Рейган, который объявил, что Советский Союз империя зла. Началась такая жесткий этап гонки вооружений. Советский Союз ее проиграл, и в 87-м подписали этот договор. Вот, в конечном счете. Если сегодня его отменят, то старт новой гонки вооружений, ну, чья экономика будет в первую очередь под ударом? Ну, безусловно, российская, потому что она меньше, она слабее, она неустойчивее. И просто российская феерация в очередной раз может надорваться на этом фронте. Ну, вот. По поводу того, что, условно говоря, время работает на нас или против нас, оно, безусловно, работает на нас по одной простой причине. В 2014-2015 году Украина, сломя голову, пыталась убедить, бегала по всем международным площадкам, пыталась объяснить Западу, что Владимир Путин объявил войну не нам, он объявил войну всем, в том числе и вам. А Запад отмахивался и говорил, нет, ребята, это конкретно ваша российско-украинская война, мы тут ни при чем. Даже, может, немножко и ваше гражданское, если мы вспомним, нет этой страны. Ну, например, да, то есть не втягивайте, мол, нас в это, и мы не хотим в этом участвовать. Вот мы с санкциями вложились, но еще подумаем, продлевать ли, а уж тем более подумаем, усиливать ли. Но Российская Федерация за последние 4,5 года сделала все, чтобы убедить Запад, что нападение состоялось не на Украину, а на этот самый Запад. И это видно и по попыткам дестабилизации Черногории, и Македонии, и Прибалтики, и Солсбери, и Нидерланды, откуда тоже выслали российских шпионов, и кибератаки, и вмешательства в выборы, и так далее, и так далее, и так далее. И судя по тому, что эта эскалация не спадает, а только нарастает, и действия российских спецслужб по всему миру становятся только более активными, ну, в этом смысле Украина может как бы... Это, знаете, это можно просто сидеть на берегу реки и смотреть, как на противоположном берегу Российская Федерация занимается каким-то самоуничтожением. Вот, поэтому в этом смысле конъюнктура ситуации на данный момент работает на нас. Конечно, мы живем в эпоху черных лебедей, мы не знаем, откуда прилетит этот черный лебедь. Ну, вот, внезапно, например, решит западный мир наказать Саудовскую Аравию за убийство, зверское убийство журналиста, или, например, наложить санкции, или, там, ограничить покупку нефти. Вот, и разумеется, в этом смысле мы обнаружим выросшие котировки на черное золото, и Россию, которая окажется выигрышей от подобной ситуации. Напротив, мы обнаружим какое-нибудь смягчение с Ближним Востоком, или попытку Саудовской Аравии измириться со всем западом, увеличить добычу нефти с тем, чтобы снизить цену на нефть. Мы обнаружим совершенно другие последствия. Поэтому четко, вот, у нас нету рельс, на который мы встали, по которым мы едем. Это, скорее, история про поле, на котором можно идти в любую сторону и вытаптывать новые тропинки. Но говорить о том, что однозначно время работает против Украины, это было бы несправедливо. Павел, ну и последнее. Что мы должны знать о Крыме сегодня? И точно помнить это, чтобы помнить, что Крым – это Украина. И вот не забывать объявлять траур, не забывать, я не знаю, я смотрела, кстати, «Наше время», это вот канал, который делает радио «Свобода» на Россию, и меня просто шокировало, как Россия… Настоящее время. Да, настоящее время. Я просто была шокирована, как Россия в разных городах, люди несли цветы, люди несли игрушки, и говорили, это же наши ребята погибли, наши дети погибли. Нет, ну, то, что россияне несут, тут как раз никаких иллюзий нет, они живут в другой информационной реальности, их не в чем упрекнуть. А по поводу, ну, их не в чем упрекнуть. Нет, нет, я не против них. Я говорю о том, что мы так не отреагировали, мы не были готовы. Об этом же речь идет. В этом вы абсолютно правы. Конечно. Понимаете, тут нужно понять, когда мы говорим о Крыме, и когда нам захочется на события в Крыму как-то отреагировать, задайте себе один простой проверочный вопрос. Хочу ли я работать по сценарию Владимира Путина? Сценарий Владимира Путина очень простой. Доказать всему миру, что крымчане – это архитекторы аннексии, что они сами это все сделали, а российские солдаты просто чуть-чуть помогли. А так, в принципе, они сами все сделали. Это их был сознательный выбор. Аннексия, оккупация ни при чем и так далее. Вот если мы будем объявлять крымчан архитекторами аннексии, мы, по сути, льем воду на мельницу Владимира Путина. Если мы говорим, что они заложники ситуации, мы льем воду на мельницу украинских интерпретаций тех событий. И вот этот простой проверочный вопрос служит хорошим предохранителем от эмоциональных, но не самых умных реакций. И если его задавать себе достаточно часто, то можно не потерять нить. А самое главное, нужно еще помнить, что в Крыму очень много про украинских граждан, ну, процентов 20, я думаю, спокойно, но их не слышно и не видно. Если они есть в социальных сетях, то у них анонимные аккаунты, часто без фотографий. Они мало комментируют, еще меньше лайкают. Ну, все для того, чтобы по утрам в 5 утра к тебе не постучалось ФСБ, как недавно постучалось к одному моему знакомому за комментарии ВКонтакте, который он оставлял про украинский. Ничего себе. То есть до сих пор это происходит? Безусловно. И эти все люди про украинские, они есть в социальных сетях. Они мало пишут, но они много читают. Много читают того, что пишем о них мы. И они пытаются быть под радарами просто для того, чтобы избавиться от пристального внимания со стороны российских спецслужб. Но если вы их не видите, это не значит, что их нет. А те крымчане, которые публично, громко и во всеуслышание хвалят Российскую Федерацию, это как раз те люди, которым в случае возвращения Крыма в Украину придется Крым покинуть. И поэтому они отрезали себе все пути назад, они сожгли все мосты, и поэтому они столь непримиримы в своей публичной позиции. Но судить весь Крым только по ним было бы ошибкой. Ну и последнее. Олег Сенцов. Помните, мы часто говорили об Олеге Сенцове, когда он голодал. Когда он перестал голодать, мы как-то перестали говорить об этом. Вот, как вы думаете, что можно еще сегодня сделать для того, чтобы все-таки, я не знаю, помнить, вспоминать, помогать нашим политзаключенным в России? Им всем нужно писать письма. Им всем... Ну, опять же, существует правило написания писем политзаключенным, потому что все эти письма проходят цензуру, и не стоит отправлять им много посылок, потому что, например, посылку политзаключенный по нормам российских тюрем может получать один раз, кажется, в месяц или два раза в месяц. То есть, условно говоря, вы отправите ему какую-то безделушку, он получит ее, а на этом основании тюремщики не выдадут ему следующую посылку, в которой какие-то действительно важные вещи, не знаю, теплые носки и так далее. Поэтому не шлите обы что, потому что у них нет возможности получать бесконечное, неограниченное количество посылок. Письма – да, но учтите, что все письма и входящие, и исходящие читает цензор. И нужно понимать, что судьба Олега Сенцова, она на данный момент зависит не от Киева, зависит от западных столиц. Могли бы они быть поактивнее? Нет? Я все время говорю, что они могли бы быть поактивнее. Безусловно, могли, но даже самые главные, ну, ключи от камеры, в которых сидит Олег Сенцов, находятся в Кремле. У Запада есть возможность только попытаться как-то повлиять на решимость Москвы, эту клетку не открывать. Но мы понимаем, что вот это решение финальное о свободе украинских политзаключенных, оно принимается не в Брюсселе, не в Вашингтоне, а все-таки в Москве. Для того, чтобы эта дискуссия в Москве шла относительно проще ли освободить или проще ли оставить их за решеткой, нужно, чтобы с ними разговаривали те самые Вашингтон и Брюссель. Поэтому действительно забывать не нужно, нужно эту тему поднимать раз за разом, потому что это вот как круги от камня, который брошен в воду. Они расходятся, расходятся, расходятся. В какой-то момент, возможно, это даст эффект. Но заниматься таким оптимистичным шапкозагидательством я бы тоже не стал. Павел Казарин был сегодня у нас в гостях. Павел, спасибо вам огромное. Спасибо, что выбрались к нам. Спасибо. А вы оставайтесь с нами. Это был Укралаев ТВ. Спасибо. Продолжение следует...